мы с игорем были женаты уже три года детей у нас не было но мы и не торопились больше всего мы любили проводить свободное время в компании друзей еще со школьных пор у меня осталась одна лучшая подруга света она со мной всегда была во всех передрягах иногда казалось что если моя мама узнает что мы творили меня запрут до конца жизни в своей комнате без телефона компьютера и интернета я была уверена в подруге как в себе мы даже замуж выходили с разницей в три месяца сначала я расписалась с игорем а потом и светка с пашкой сыграли пышную веселую свадьбу часто мы проводили вечера и выходные у света с ее мужем так и в тот раз было я дождалась игоря и мы рванули к любимым друзьям машину водить я очень любила тем более игорь подарил мне новую тойоту машину практически из салона муж взял свете вина а себе и паша коньяк тот вечер у друзей было довольно скучно я даже пить не хотела цвета меня уговаривала весь вечер я согласилась выпить с ней бокал вина я даже не знаю почему вечер не удался не хотелось не общаться не как-то развлекаться поэтому вскоре мы решили ехать домой я сказала игоря завести машину пока я прощаюсь с ребятами света сделала удивленное лицо мол как ты собралась ехать пьяная за рулем я подруге сразу сказала что вполне трезва бокал вина этот был ни о чем светка видела что я вполне адекватно стою на своих ногах и нормально разговариваю тут подключился пашка они уже вдвоем начали уговаривать меня и мужа остаться у них с ночевкой или уехать домой на такси а там что ехать то всего пара домов ведь жили мы на другом краю райцентра не более пяти километров пути я распрощалась с друзьями которые настойчиво продолжали нас уговаривать остаться и вышла на улицу села за руль муж сел рядом и мы потихоньку двинулись район знакомый с детства не раз я тут ездила мы даже на перегонки с парнями гоняли ведь сюда полицейские совсем не суются я спокойно вела машину игорь шептал мне на ухо какие-то глупости мы прибавили музыку и совсем скоро должны были оказаться дома если бы не внезапно я увидела сзади проблесковые маячки раздался гудок призывающий меня остановиться я очень испугалась и растерялась муж был напуган не менее меня я поняла что это сотрудники дпс немного совладав с паникой я приготовила документы и начала ждать пока инспектор подойдет к нашей машине когда он подошел я открыла окошко и протянула документы при этом сотрудник даже не успел представиться однако меня попросили выйти из машины недоумевая почему инспектор ко мне так строк я открыла дверь и вышла мне тут же предложили пройти освидетельствование на содержание алкоголя в крови я не смогла сдержать свой страх далее меня попросили подуть в трубочку а после поехать и пройти медицинское освидетельствование в итоге лишение прав на полтора года и штраф в размере 30 тысяч рублей еще до того как мы поехали в больницу я спросила у инспектора почему они здесь появились ведь раньше этот район никогда не патрулировался и считался вполне благополучным парень неуклончиво ответил что был некий звонок и дежурный я их отправила как раз за нашей машиной которую им описали по телефону я поняла кто сделал этот злосчастный звонок кроме света и пашки позвонить и сообщить о моем состоянии было некому до сих пор я не понимаю как светлана могла так со мной поступить влезть в мою жизнь и испортить ее с мужем мы стали только ближе так как беда нас сплотила а вот подруг у меня с тех пор нет а в целом какое им дело до того в каком я состоянии езжу ведь это будут мои проблемы если со мной что-то случится друзья если вам понравилось наше видео то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал напишите комментарий поделитесь этим видео со своими близкими и друзьями в социальных сетях большое вам спасибо всего доброго спасибо а у Продолжение следует...